Всем привет! Сегодня у нас обзор китайского скиммера или пенника по-простому для небольших морских систем. Скиммер SK300. Есть у него младший брат SK500. Честно, он очень странный. Конструкция очень неудобная и занимает больше места, чем его старший брат. Хотя сильно уступает по производительности и неудобный в регулировке. Так, что у нас в коробочке здесь? Так, сам скиммер в пленке. И, как всегда, традиционная инструкция у Ресана. Это детали, погружение, регулировка, гарантийный талон, как всегда, пустой. Языка два. Китайский и английский. Перейдем к самому скиммеру. Довольно компактная штука. Длинный провод. Традиционно быстро дубеющий у китайцев. Ну, быстро это два-три года. Крепление провода к корпусу. То есть, он у вас не будет болтаться по аквариуму, загибаться, куда-то мешать, причистка, и всем остальным. Вверху у нас заборник воздуха. Он реализован с мочалочкой. Скорее всего, попадание пыли. Хотя, спорный очень момент. Попытаюсь его разобрать. Без отвертки не получается. Довольно плотный. Вот такой девайс. Махонькая мочалочка. Вот, грубо говоря, заборник воздуха. Собираем его назад. Ставим его здесь. Вот такой девайс, вставленный в корпус. Это регулировочный винт, дабы регулировать скиммер сухими руками. В отличие от его младшего брата. Вот окошко забора воды. И уровень погружения здесь же. То есть, этот болт. Сюда ставим. И проворачиваем. Вот у нас окошко открывается на максимум, закрывается. Так, сама емкость для сбора пены. Вот она, довольно большая по объему для такого девайса. Здесь кармашек для регулировочного винта. Крышечка легко снимается, но довольно-таки плотно сидит. Крепление на стекло. Большой плюс, что есть крюк с регулировочным винтом. В принципе, на любую толщину стекла, которую вы не придумали в аквариуме. Четыре присоски. Присоски. Качество средненького, поэтому в принципе, они не будут давать сползать лево-вправо. А вертикальное положение все-таки будет регулировать вот эта вот трещотка. Трещотка сама по себе не сильная. сползает, то есть, ну, не ерзается. Поэтому, как бы, довольно хорошая фиксация будет на стенке аквариума. Вот наша стенка аквариума. Прижали винтом и выставили уже высоту трещеточкой. То есть, в этом плане удобно. Крепление под провод. Сейчас, как его, чтобы видно было хорошо. И еще одно крепление. Скорее всего, можно добавлять еще провода от каких-то рядом стоящих девайсов, чтобы я не болтаюсь. Снимаем крепление. Просто опуская его вниз. Вот оно к проводу прицеплено. Теперь сам девайс. Сам девайс состоит из помпы. Крыльчатка не стандартная, рисановская, то есть, а вспенивающая. Окошко для сброса, избытка. И окошко забора. Окошко забора, заборная вода проходит через довольно большой массив мочалки, поэтому проблем с тем, чтобы забился, забилась подающая часть, не должно быть. Полностью открытое окошко. Видно мочалку. И полностью закрытое окошко. Корпус открывается довольно легко. Грубо говоря, наша система. То есть, мочалка чудной формы. Вот здесь наше окно забора. Фильтрующий элемент. И уже подъем к вспениванию. То есть, с этой стороны навстречу мы видим как бы вот сбросное окошко. Можем достать помпу, посмотреть, что у нее внутри. Здесь, опять же, приятно реализовано, что шланг соединяется на пластиковый такой переходничок, поэтому нет вот здесь перегиба в этой точке. И когда вы делаете какие-то манипуляции, то есть у вас не будет вот здесь зажимов, как в некоторых моделях. Проворачиваем помпу. Снимаем с бросного окошка. Вот наша помпа. На помпе, к сожалению, вообще ничего не указано, что удивительно, но давайте разбирать. Вот наш смешиватель воздух. И вот, грубо говоря, у вас здесь будет уже обогащенный мелкий пузырек выходить избыточный, который не пойдет на вспенивание. Вот наш ротор. Ротор с гребеночкой, то есть должно довольно эффективно взбивать. Стандартное проворотное крепление для Ресана. Привычное для пользователей Атмана, в принципе. Ротор по форм-фактору такой же, как классика Ресановская, только гребенка вместо обычных лопастей. металлическая ось, что, кстати, неприятная. Надеялся, что ось все-таки будет керамической. И, как у всех практически таких пенниках, она укорочена, то есть без фиксирования с другой стороны. То есть ротор ходит свободно вверх-вниз. чудо-девайс. так выглядит в разборе этот чудо-девайс. Чудо-девайс будет устанавливаться на аквариум 80 литров. Основным единственным фильтром служит флювал 204. сейчас там стоит пенник SK05 и будет заменен на пенник SK03 или SK300. То есть в разных магазинах он почему-то маркируется по-разному. Если интересен обзор уже установленный на аквариуме или обзор его младшего брата, который SK500, то пишите в комментариях с удовольствием с ним для вас и это видео. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.